Так-так, погода у нас сегодня позволяющая, дождя за окном нет, и я подумал, почему бы не отснять какой-нибудь видеоролик, тем более посылка ждет только вас и меня. Давайте начинать, заваривайте чаеку, кофееку и ставьте лайконы, лакостов, крокодилов и прочего, для вас это все бесплатно, а мне приятно, тем более, когда статистика просела, и в принципе на инстаграм можете подписаться, потому что возможно скоро там будет новый розыгрыш, это не спойлер, это тизер небольшой. Ладно, давайте стартовать, вот она, посылочка заезжает, я ее уже немного цепанул, ну ладно, ладно, это из магазина Траектория доставили фришипом, прекрасно, открываем, кроссы интересные, хоп, 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 что же это может быть? Да, ребята, вы правильно поняли, это New Balance, вот там говорили многие, что меня Adidas в заложниках держит, но вам не кажется, что New Balance слишком много стало? Adidas это лишь прикрытие, пара, классно, я бы назвал ее новинкой, если бы она не вышла год назад, ну ладно, вышла она примерно почти год назад, в начале 21-го, ну так что новинка 21-го года. Вот она, называется M574, фокус навести вам, вот смотрите, 5740TA Men's Homies, 11,5 USA. Обошлась мне эта пара в 10 кусков, почти 9700, если быть точным. Colorway вроде тот, который я давно искал, и давайте я уже не буду мять титьки, и мы посмотрим, что же там таится. Ох, прикольно, в общем, это обновленный силуэт 574, знаете, вот как дизайнеры New Balance, о, я вижу, что они дерти, ну сейчас прикопаемся. Как дизайнеры современные видят обновленный силуэт, знаете, вот типа 574 это уже для старичков, это вся классическая модель, прям такая супер класс, а это типа 574 обновленная для молодежи, все дела, и вот так вот они, в принципе, ее видят. Ну, от настоящих 574 тут почти ничего не осталось, с моей точки зрения, ну, только если вот эта карбоновая, а-ля, пластмассовая вставочка, да и, в принципе, все. Вот, резина, как вы видите, немного грязненькая, это мне не нравится, видно, их кто-то уже примерял, но, ее толщина, мое уважение, вот в этом месте особенно, больше толще, чем мой мизинчик, ни хрена себе. Ну, так-то она, в принципе, действительно лютая, и хватит ее надолго, прям вот за это рекомендую. И по материалам, за 10 косарей, вот то, что нам предоставляет какой-нибудь Adidas или Nike, вот тут вот уже неплохо, спилок хороший, вот здесь еще махровый спилок, вот здесь используется хорошая кожа. Так, вот здесь, единственная синтетика, это логотип New Balance, видите? Ну, 574, я думаю, вы так прекрасно знаете, нет, наверное, людей на свете, кто не знает классику 574, а это вот New Design. Там вообще у 574 много разделений, там есть и скейтерские 574, есть и трейловые 574, кстати, классно они выглядят. Воу, язычок даже кожаный, неужели? Да, да, хорошие кожаные язычки, хорошие плотные шнурки. Ребят, ну это прям неплохо, мое уважение, сделали четко. Типа за 10 косарей это более-менее, вот они, The Intelligent Show, ну 574, 0, yes. В принципе, неплохо, задник, конечно, немного тухленький, но каркас неплохой. Плюс еще рефлектив есть у New Balance. Не, ну тут прям четко сделали, мне нравится. На картинках выглядело не прям так хорошо, как в жизни. Ну, на картинках сочно, эстетично, но не так классно по материалам. Так, стелька. Обычная, вообще неинтересная, скучнейшая. Прошивка, простройка вот такая вот. Внутри у нас все, в принципе, закончено. Бирочек навесных никаких нет, по пене, по амортизации, кстати. Ну, я думаю, вот это все идет окантовочкой. Грустненько, да? И амортизацию у вас только вот эта штука составляет. И эта пена, в принципе, ну, более-менее пойдет. Она не двухслойная, это все одно и то же. Да? Все, скучненько. Сейчас мы... Ой, там, конечно, жестко. Пальцами продавливать не очень получается. Но детализацию пара прикольная, мне нравится. Давайте их примерим поскорее и посмотрим, как они смотрятся на ногах. Ребят, я тут приметил, что кроссовки, оказывается, собраны немного, да по-разному. Поэтому правый, например, более-менее гладкий спереди, другой махровенький. И поэтому Colorway как будто немного играется, да? Но это я покажу чуть-чуть попозже, в конце видеоролика все детально. А так, по кроссовкам, что хочется сказать. На ногах ощущаются они, ну, как какие-то кирпичи, что ли. Слишком уж они объемные, со своими наслоениями. Ну, так, типа, не в Амерке пятой, которые вообще на ногах не ощущаются. Тут конкретные такие кирпичи. По перекату неплохо, по амортизации хотелось бы чуть-чуть получше. Ну, типа, обычный 574. Ну, примерно, да, плюс-минус. До 990-х V5 им еще жить и жить несколько поколений, я думаю, чтобы они догнали их. Так, по размеру ловлю себя на мысли о том, что я снова не зря взял 11-й спайный сайз. То есть, на пол больше моего, потому что они маломерят, как прошлые-то какие-то там были. XC-72 маломерили. Эти тоже. У меня палец большой. Вот прям вот тут еще чуть-чуть. Если было бы 11-й, они бы мне жали конкретно. И пришлось бы их разнашивать, там, не знаю, всякими растяжителями херачить. А зачем вам оно надо? Возьмите на пол сайзика побольше и горя будете не знать. Все четко. Вид кроссовочки имеют, да? Скажите, неплохо смотрится. Мне нравится. Not bad. Все, давайте поближе. Так, ну вроде бы кадр есть. Можно и залетать. Зачем так пыльнул? Спина заболела. Ну ее нафиг. Вот она старость пришла. Такая вот подошва. Неплохая. Интересный внешний вид. Ребят, вам как? Эти 5-7-4-0. Ну, в принципе, если их взять за семерку, то будет прям сочненько. И амортизация. Ничего нового. Все так же. Все по-старому. Так и живем, ребят. Можно еще, кстати, заломы проверить. Как они? Ну, никакой Air Force. Имейте ввиду. А по завалу? Ну, вообще, в принципе, никуда не заваливаются. Нормально, нормально. Найд с голову к столику. Ну и вон нафиг этот широкий ракурс. Смотрите, что я вам хотел показать. Тут у нас спилок вот такой вот. А здесь он более-менее махровый. Так, в принципе, по всему корпусу. Тут у нас вроде обычненький. Тут более-менее махровый. Сзади, вот здесь на задниках, видите, тоже отличия есть. Тут прям гладенький. Чем-то похоже на кожу какую-то промасленную. А тут снова идет ворсенной спилок. Не знаю для чего вам. Но, в принципе, New Balance делает интересно. Вот такой вот у них ход по детализации. Сами можете взглянуть. За тысяч шесть, за семь их взять. И это прям неплохо. Если они вам нравятся. Если есть бабки, то можете брать хоть сейчас за 13-14 косари, сколько они стоят. Но, в принципе, они этих денег стоят лучше, чем те же типичные 5-7-4 классические. Это все-таки что-то новенькое и, в принципе, интересно. Могу рекомендовать, но берите, запомните, на полразмера больше. Потому что вот именно эта расцветка, не знаю как другие, она маломерит. На этом все. Лайкона подкиньте, пожалуйста. Буду вам благодарен. Goodbye.